Начинается все с любви, а иначе и жить не могло. Этими чудовными родками, Евгений Янишец, мы начнем наш новый проект «Свое родное». Начинаем с великой любовью и тепленью, потому что, разом с вами, шановные глядачи, мы будем выучать и открывать для себя наш любимый белорусский край. И очень символично, что начнем мы все это в день всех закоханных. В день, когда обовязково нужно возвращаться в очередной раз зауважить, что любовь и любовь паусюльно в окол, нужно только смотреться и слышать. Так было 100 лет назад, осенья и будет зауседа, над тем и держится свет. С часов справедливых историй. Коханья давайте начнем. Разумеется, они собираются и сейчас, а лишь в минуту в нашем окрае есть такие сторонки, которые стоит узнать шастей. Потому что они могут наткнуть на рыцарство и смелые учинки на самого степлого закоханья. Одна из таких – ледяна с увезку Мазалова Витебского района. И это абсолютно реальная история. Поверьте, варто стать прихожейшей замалевкой в нашем нататнику про Беларусь. Увезцы Мазалова неподалеку от школы местится белявый, быцем севы, двухповерховый будынок. Про такие, звычайно, кажуть. Панов. Саправды, калі угрядіцца у ягу абрысы, а кінуць по зеркам Новоколе, история пана Маньковского, витебского вице-губернатора, прокрутіцца як кінастушка. Рахіль. Лёгким шапаценьем Восинская лістоты улюбённых парковых присадов вручала у серця Игнація Маньковского имя Каханай. Милай. Прыгожий по-европейскому до Каваны, але небагатый чиновник, выходя з бедной витебской шляхты, Игнацій тады служил у одной з канцеляры у Сходній Беларусі. Былой аму трыццять гадоў, калі дачками асцовага вяльможы Рахіль Макавецкая вайшла у ягу житцё – неверогодная каханя, і забарона бальсков Рахіль нашлюб з бедным служачым. У боротьбе за своё каханя Игнацій и Рахіль были готовы на ўсё – на возвернуться за допамогой до цара. С письмом асваю абраніце накераваўся Игнацію Петербург. За кахана Маньковскі з долю выклякась прыхільность касярыны і імператора Паула Першага. 17 лютага 1797 года вышы указ абнадані Ігнацію Чына надворнага саветніка. У пажыцёвая володані ён отрымаў казён і майонток Буёва ў Витебскім павеце, а сам был прызначены на службу ў беларускай губернская правлення. Імператор Павел Перш навад пагадзіўся быць светкам з боку жениха навяселі. Пасля такога баська невесты не змог адмовіць Маньковскаму. Ігнацій і Рахіль пажаніліся. Празнікаторый час Маньковскі набыл вёску Мазалава, побудував тут майонток, а історія кахання, што прайвела сюди Маньковскіх, засталася ў назві майонтка Мілае. Я павсюдна шукав твоі вочы, кабу їх назавсюды спыніцца. А на што вы зараз дольны ідзіля сваего кахання? Сподяюся, што і в вашем житі была, ація ше будзі обовязкова, така ж пригожая історія, таке ж шире, моцне, саправдне почутце. А коли ж Ігнацій і Рахіль вас пакуль недостатково натхнили, а їх каханні попадається каска і цінопаў придуманной легендой, то ў нас ёсць для вас яшче одна історія. Його звуть Яков Іліч, мене звуть вечно юная душа Бронислава Францева. І це все почалось в 1957-58 годах. Це була Марія Нагортка, станція Пухович, військовий гарнизон. І там познакомились в вихре вальсі в танцевальному залі. І потім ми їздили в Мінськ, в кінотеатрі, в театрі на выставці і даже в ресторані. Странним було по тим временам, коли я сидела і не знала, як то чи інше блюда є. Але це було. Але в житні правит время, место, обстоятельства і судьба. Судьба нас разлучила. Коли женіся, то що-то зрозуміла. І помню, грохот машини, і заходить цей офіцер, і скільки я живу, стільки помню. Смотриє, і з глаз лються слези. Я сьогодні віжу, ось він. «Давай уєдем!» Я, соблюдає нравственность, сказала «нет». Ми розсталися, і он іскав, «где я?» А його жена Наталья Львовна сказала. «Она согласилась с тем, що він ніколи не перестанет любити. Він уїхав з океану, але пишет. Прости, що розстався, але навечно залишся з тобою». І почався почтовий роман, в письмах «Вечна любовь» Витебс Бруклин, которая жива до сих пор. А що стоить письмо? «Здрасте, дорогой мой человек». «Здрасте, я піонерка вечна». «Здрасте, піонерка!» «Здрасте, боевая подруга!» «Или концовка!» «Обнимаю крепко, сколько есть силы!» «Целую, как прежде!» «Люблю!» «У мене була интересна жизнь!» «Потому, а почему?» «Что важно быть женщиной, что надо уметь любить и быть любимым». «Страченая стратой не лечи!» «Счастлив будь, что имел такие страты!» «Коли вам еще не захотелось подарить каханой миллион червоных ружев, и вы еще не зрозумели, что шкарпетки и пена для голени не велими романтичный подарок для каханого мужчины, то у нас есть для вас еще одна история. И о нас всем не про былые часы, а про нас!» «Пять лет назад это был модфестиваль Бобруйский». «Он как родной человек мне показался, но как-то сразу он стал близким очень и родным, я не знаю, как это объяснить». «Приехал в Витебск, начали общаться, катались вместе, общие интересы были». «Он романтик, он много чего такого делал, он курил маленького медвежонка». «Заппарат вытащил маленького медвежонка и перенес в гаражу, привязал к замку. Она в это время ходила по городу, как бы не знала». «А я приехала, он в это медвежонке написал записочку какую-то». «У меня не было с детства мечты, хочу свадьбу, там белое платье такое». «Нет, мы просто хотели повеселиться». «Мы даже танцевали в танец». «У меня просто Артема на танцуар». «Украл с окна, со спальни, в принципе, на танцикле заехал за дом. И мы поехали с друзьями, приехали в отвор, все собрались, и поехали за колонной на танцикле». «Ну, любовь, она еще разная, она, наверное, все равно какие-то периоды жизни проходит. Если в начале это была страсть, какое-то влечение, легкость в отношениях, сейчас это совсем другое, это какая-то ответственность, желание помогать друг другу, заботиться друг о друге». «Это самое главное, наверное, понять, может кто-то подсказать, и как-то может лояльно относиться к тому, если тебя не понимали». «Взаимопонимание, много-много детей, счастья, и пусть все будет хорошо у всех». «Ты мне и сегодня таямница, но уже счастье в тым и есть, как мне напиться с той крыльницей, перед какой ты вечный гость». «Мабуть, соправдное кахание, оно сам речь бессмертное, и оно застаётся у нас в их мястин, помню, как архитектура, поэзия и музыка, ты просто у поветры, на завжды. В главе с них этой теплой хвали, и отживается смак, и прихожой життя. А на вспоминном этом мы досылаем вам паштовку, Валентинку». «На заинелым трамвайном окне хтось написал, я кахаю». Усе пазирают на свет празгэтая слова. Субтитры создавал DimaTorzok ,